Ну, я даже не знаю, что есть еще сказать, правда. Видите ли, начало года вновь навело меня на забавную мысль. Практически ни одна игра из тех, что я часто называю любимыми, не была представлена в рубрике игры Relict. Ну как же так-то? Где Аркс Фаталис, где Молтен Блэйд, где Дарк Соулс, наконец? Непорядок. Надо исправляться. Вот, с последнего и начну. Возможно, вы знаете, что по вселенной Дарк Соулс я сделал роликов уже часов так на 20 общей сложностью, и, наверное, сказать-то о ней больше нечего. На самом деле это не так, хотя, признаюсь, начать рассказывать о серии с нуля немножко непросто, но я попробую. Итак, что же из себя представляет Дарк Соулс, если вдруг выясни, еще не знакомы? Это РПГ с видом от третьего лица, с интересными геймплейными механиками, непривычно сложными для некоторых игроков. Слово «некоторых» тут имеет особый вес, об этом позже. Но помимо интересного геймплея игра, а точнее вся линейка игр, выделяется небывалой атмосферой упадка, бардака и полной разрухи. Уж простите, в этот раз я не буду вдаваться в подробности, полагаю их я и так достаточно подробно изложил, но вот, если вкратце, Дарк Соулс это игра про смены эпох. Это в каком-то смысле сравнимо с вымиранием динозавров. Не важно, кто там хищник, кто травоядное, все умрут и все умрет. И не постепенно, а разом. И мир переродится. Правда, здесь же нужно держать в голове, что игра японская, и Миядзаки сам нашпинговал историю мира японским колоритам, которые по-настоящему понять могут только коренные японцы, да и то далеко не факт. В европейском уже взгляду многие концепции кажутся непонятными, многотрактовочными или вовсе абсурдными. Все это разбавлено серьезным символизмом, как и положено у японцев. Помните вот те цветы на арене души пепла? Или сова по себе закатное солнце, символ игры? Вы что, думаете, все это тут просто так, да, ради картинки? Если разбирать по таким мелочам, то здесь можно утонуть. Беда в том, что это нужно очень хорошо знать культуру, японскую культуру, разумеется, или хотя бы, скажем так, быть на волне японской культуры, или на волне понимания того, что происходит, а неподготовленный игрок просто пробежит всю серию, даже, наверное, особо-то и не поняв, что вообще произошло и не приметив слона. Увидит только общую разруху, разрушенные замки, нашествия бездны, демонов, нежити, и не факт, что поймет, откуда это все взялось и что здесь творится, как эти места докатились до жизни такой. И это на самом деле плюс игры. Лор здесь такой, что черт ни одну ногу сломит, и эти глубины легко могут отпугнуть игрока. Однако всю серию можно спокойно пробежать, сверяясь лишь с сюжетом игры. Мне часто говорят, что сюжет это не лор. Ну, хорошо, я в целом-то согласен, но сюжет это часть лора как минимум. Однако сюжет во всех играх серии достаточно прост, если не сказать примитивен. Пойди туда, непонятно куда, позвони в колокол. О, ты позвонил? И не сдох? Ну надо же. Тогда пойди вон туда, и вот там тоже позвони. Что? И там позвонил? В рот мне ногу? Тогда пройди крепость с ловушками и дойди до дивного сундука. Это прикол такой для знающих. Если что, дошел, етить колотить, давай-ка добивай, короче, оставшихся и иди умри в конце. Хэппи-энд. И последующие игры хоть и имеют немножко другой сюжет, суть всего примерно та же. Он здесь такой, что ты и дураком себя не почувствуешь с одной стороны, и с другой не будешь бояться взглянуть в бездну лора, чтобы, не дай бог, не провалиться в нее. Ведь самый интересный момент в разборе лора заключается в том, что все трактовки, включая мои, не верны, скорее всего, с большой долей вероятности. Примерно так заявил сам автор, Хидетака Миянзаки. Он, видите ли, в детстве был вынужден читать книги на английском языке, которые знал плохо. В результате из книги он мог понять лишь немного, и остальное он додумывал сам. Взрослому уже японцу настолько понравилась эта концепция, что она стала лейтмотивом всей линейки, даже не Соулс, а Соулс Борн, куда, наверное, можно включить и Секиро тоже. То есть, говоря проще, Миянзаки намеренно сделал так, чтобы у происходящего было множество трактовок, а истину будет знать лишь он один. Если дословно цитировать его интервью, то вот, говорит не по-русски. С одной стороны мне так захотится оставить некоторую часть истории на интерпретацию иглоку. «Это и является главной плетиной Фокуси Ловко на завуалильванном и бессловном способе рассказа Сюзета. Вместо автоматически вываливающей на Геймеля все факты игли, он испытывает большое удовольствие от того, что сам находит Сюзет не из отсепки в описании к предмету или из разговора со второстепенный персонаж», — сказал нам Хидетака Миянзаки в своем интервью. Однако, сопоставить некоторые твердые факты и интерпретировать события, основываясь на дальневосточной культуре, трактовках символизма, сопоставлять эпохи, события — это просто невероятный кайф. Вот почему мне это нравится. Но это ладно, возвращаясь к разрухе, она играет особую роль. Дело в том, что на момент нашего явления в мир все основные громкие события уже случились, и мы сталкиваемся лишь с их последствиями. Падение драконов, восход и падение Лордера на основании Лондора, правление Железного Короля, война с гигантами, воплощение в мир хаоса, выплеск бездны. Куда бы мы ни пошли, мы видим лишь следы отзвучавших событий, которые при желании можно исследовать и наисследовать там такое. Но если касаться именно левел-дизайнерской мысли, то есть в этом нечто такое невероятное. И тезереть осколки было увеличие. Опустевшие крепости, затонувшие города, побоище, устроенные драконами, демонами и прочими крайне дружелюбными созданиями. Тлен и разруха здесь не только в лоре и сюжете. Это выражается вообще во всем. Мы лишь изредка будем встречать не развалившиеся хотя бы частично здания, не тронутые временем или событиями. Мы практически не найдем ни одного комплекта новых доспехов, которые не ржавые и не изорваны в лоскуты или не заляпаны всевозможной грязью. Ну или оружие без следов бурной жизни, зазубри, набломков, царапин. Тоже касается и противников. Когда-то это были грозные рыцари, а сейчас это бомжи с ржавыми корягами в устлевшем тряпье. Которые, правда, все равно оттопчутся по тебе за милую душу. И еще целая прорва вещей нам встретится, описание которых намекает, что вот когда-то это было, ох, а сейчас так, труха. Описание предметов это краеугольный камень подачи того самого лора, бэкграунда. Ты можешь их не читать вообще, но если уж начал, то рано или поздно начнешь сопоставлять то, что прочитал с тем, что услышал от NPC или еще где-то. Их тут, кстати, в достатке. Почти каждый из них тронут безумием в силу давляющего над миром проклятия, поэтому они хохочут в конце монологов. Тут крыша поехала у всех, и это нормально, как это ни странно. Ты, кстати, тоже такой же. Персонаж, за которого ты играешь, тоже особенность серии. И не всем эта особенность нравится, по крайней мере визуально, потому что ты мертвец. Проклятие нежити не позволяет людям умереть, поэтому они мучаются и все больше теряют свою человечность, становясь обычными живыми тупыми безмозглыми зомби. Выглядят они соответствующе. Правда, это можно поправить, восстановив человечность у костра, но в этом случае ты рискуешь нарваться на неприятности. Ведь это увеличивает количество неприятностей на твою голову, и с первой же смертью человечность приходится восстанавливать заново. И тут важна еще одна особенность, которая присуща Dark Souls. Считается, что это хардкор. Я постоянно слышу от людей, не игравших, мол, я боюсь, у меня там руки кривые, там сложно. Культ хардкора, возникший еще со времен Demon's Souls, чисто искусственный. В основе Soulsborne серии лежит геймплей, который относится к игроку достаточно нещадяще. После каждой смерти ты теряешь накопленные души и человечность с риском потерять их вовсе, если не добраться до места смерти и не забрать их, снова погибнув по дороге. Противники наносят серьезный урон, даже самые ранние твари достаточно сильные, и стоит лишь зазеваться, как отправишься на респ. Плюс множество возможностей попросту скрыто от тебя. Обучение здесь чисто так вот номинально присутствует, оно тут так себе. Многое сделано неинтуитивно, и не до всего вообще можно додуматься без гайдов. Плюс, конечно же, боссы в конце уровня, особо сильные враги, которые дадут прикурить. Ну и, конечно же, онлайн-режим. Стоит восстановить человечность, как ткань миров истончается. Ну, на деле активируется онлайн, и не только ты становишься способен призвать себе на помощь других игроков, но и к тебе могут вторгнуться игроки, дабы убить тебя и забрать твою человечность. Сложив все перечисленное, ответьте мне, сложно ли это? Ну, в определенном роде, конечно, сложно. Часто игры ведут за ручку, дают контрольные точки для загрузки, имеют разные уровни сложности. На их фоне Dark Souls, конечно, выделяется. Но это не является лютым хардкором. На деле, эта концепция, придуманная Миядзаки, была за тем, чтобы игрок получал наслаждение от преодоления сложного препятствия и развивал тактическое мышление, мол, вот так вот мы не прошли, ну хорошо, попробуем теперь вот так вот пройти, используя вот это и вот это. В крайнем случае, можно попробовать призвать фантома друга, и он тебе обязательно поможет. Но, как вы понимаете, не все получают удовольствие от преодоления препятствий. Некоторые получают удовольствие от того, что кому-то это дается не так легко, как ему, или даже вовсе как кому-то другому. Призвал фантома? Слабак. Используешь щит? Слабак. Используешь магию? Ху-ху, слабак. Понял, Рестлин, да? Ты слабак. Настоящие мужики не выглядывают осторожно из-за угла. Это удел трусов, удел храбрецов. Радостно выбежать на середину поля, громко ругаясь матом. Получить побалде и бежать рассказывать на форумах, какой ты крутой, не казуальный игрок. Потому что казуальный это клеймона всю жизнь. Тебя назвали гомиком, ты утрешься, ну гомик и гомик. Но если тебя назвали казуалом, умремся как один. Забавное зрелище, если честно. К сожалению, такие вот игроки также становятся разносчиками этой самой бациллы мнимого хардкора. Обычно игроки, не обремененные такой спесью, смотрят на них, на этих вот негорящих, с опаской. Мол, ну нафиг этих, они явно кх-кх, ну в смысле профессионалы. Наверное, игра только для таких. Но это совсем не так. Просто Dark Souls делится на два ряда моментов. Нищадящие и неудобные. Помножьте это на то, что многое в Dark Souls работает криво еще со времен Demon's Souls, где огромная прорва механик была вообще мусорной, включая поломку, которая не работала, ограничение веса инвентаря, отсутствие костра и возможности нормальной телепортации между ними. За столько лет мы имеем до сих пор кривую камеру, при том, что многие боссы довольно громоздкие. В итоге мы просто любуемся их жопой во весь экран, который нас в этот момент как раз таки давит. Где-нибудь у стенки. Перекаты – основной способ уходить от удара, лишь ко второй части сделали удобными. А тем, кто придумал пинок на удар плюс движение, ого, им приготовлен отдельный котел в аду. Противники сильны лишь до тех пор, пока ты не поймешь, как их достаточно легко обнулить, или вовсе сбежать от них. Это тоже вариант. Боссы нередко сильны за счет, скажем, местности, чего только стоит долубанный капор демон. Иногда их делают намеренно сильными, чтобы с ними было не скучно драться одной левой. Плюс к тому же на руку играет и техническая эволюция серии, начавшаяся со второй и закончившаяся в третьей части. Игра становится все удобнее и удобнее. И по итогу очень скоро любой казуальный и не хардкорный игрок понимает, что сложность Dark Souls сильно переоценена. Вообще рассказывать о сложности Dark Souls в то время как существует, скажем, Hollow Knight с похожим подходом к геймплею – это странное решение. Давай, расскажи мне, скача на шипах пути боли или погибая на последнем боссе пятого пантеона, как ты страдал на Капра Демоне или как тебе навалял Мидир. Серьезно. Вот реально, хотите хардкор – идите в Hollow Knight. А Dark Souls бояться не нужно. Тем более напомню, что если вам совсем не уютно одному в таких играх, то можете позвать друга. Не слушайте никого о том, что вы обязаны проходить так и этак, чтобы прочувствовать геймплей. Священный как корова в Индии пинать его, знаете ли, нельзя. Конечно, в глазах таких людей вы будете опущенцами, но вам правда важно, что думают о вас какие-то имбецилы. Однако ж, будьте готовы к тому, что кооперация здесь специфическая, но это особенность всей линейки игр Намка Бандай. Ну, во всяком случае, большинства их игр уж точно. То есть ты можешь вызвать из иного мира, считай, призвать, друга в качестве фантома. Если фантом погиб, то он возвращается в свой мир, притом не потеряв накопленный у тебя опыт. То есть, в принципе, он в полной безопасности. Правда, призывается он с ограничениями. Чуть урезан урон, вдвое меньше хилок, в целях баланса, разумеется. По этим же соображениям враги усиливаются, в разных играх по-разному. В основном это боссы. Босс — это хранитель локации, и пока он жив, живая возможность призвать на помощь друга. Если босс локации мертв, то локация считается отключен от онлайна, то есть призвать на помощь ты уже здесь никого не сможешь. Только сам можешь оставить знак призыва, чтобы вызвали уже тебя в качестве напарника. Да и вторгнуться к тебе тоже тут больше никто уже не может. И это весьма неудачное, как по мне, решение. Таким образом, купируется ПВП-контент, появляется искусственное ограничение на вторжение. К тому же локация может иметь ответвление. Убил ты, скажем, босса, а вот ветку не зачистил, а тебе одному там сложно. Что делать? Ничего. Ждать, пока вырастешь в уровне, и станет несложно. Эта беда была решена в Dark Souls 2, которые, в принципе, как и Code Vein, делались для людей. За что и очень нелюбимы некоторыми игроками в том числе. Ну а в целом получается, что в кооперативе вы проходите одну локацию по два раза. За себя и за Сашку. Плохо ли это? Решайте сами. Вторжение не избежать. И, к сожалению, чаще всего это будет, скажем так, неприятный опыт. Крайне редко к вам будут вторгаться случайные приключенцы. Назовем это так. Чаще всего это будут специально подготовлены для ПВП-игроки, не обремененные дефицитом снаряжения, душ или прохождением локаций. Они просто появляются в твоем мире и начинают мешать как только можно. Конечно, в идеале это такая благородная дуэль, когда два бойца выходят на условную арену и сражаются до смерти. Вот прям только секунданта не хватает. На деле же все, мягко говоря, не так. Вторгнувшийся фантом, он здесь красного цвета, невидим для врагов. То есть они на него вообще никак не реагируют. Я как-то снимал ролик с названием «Благородство вторженцев», где описывал такие вот моменты. Некоторые утверждали, что я не прав и вообще, чего я, мол, разорался, ведь это часть геймплея, есть такая возможность, и они не пользуются. Ну да, так-то оно, конечно, так. Но как-то вот за 11 лет, а да, с добрым утром, Dark Souls 1 как минимум уже 11 лет, я не встретил за эти 11 лет ни одного игрока, который был бы доволен такому вторжению, имея в виду тех, кому вторгались, а не тех, кто вторгался. Потому что тебя начинают бить враги, и под мобами, как говорится, на тебя нападает еще и фантом. А если ты, не дай бог, дал всем люлей, то фантом храбро удирает и прячется за спинами других мобов. Знаете, в Dark Souls 3 даже баг был, а может и сейчас есть, когда вторженцы могли проникнуть на арену с боссом и нападать на игрока во время такой сложной битвы. Помню, как на меня напали таким образом, и не абы на ком, а на безымянном короле. Это так-то один из сложнейших боссов серии. Вот это я понимаю дуэль, да, так держать. Мне вот интересно, что в этот момент происходит на том конце провода? Убивший меня под боссом или толпой мобов, он, не знаю, хихикает и наслаждается победой? Серьезно? У меня никогда не получалось это понять. Наверное, потому что я не больной на голову. Но и стоит ли говорить, что если вторженец заметит, что ты не один, а с другом, то он тут же убежит прятаться за врагами, мол, чтоб все было по справедливости. По каким таким причудливым законам справедливости он действует, трудно понять. Они у каждого свои. Хотя стоит признать, иногда вторженцы не ведут себя как крыс и не нападают, давая дойти, например, два шага до костра или победить сложного врага. Правда, тут же срабатывает эффект недоверия. Как ты можешь быть уверен, что у него на уме? И при этом сосредоточиться на бой с врагом становится трудно и, скорее всего, ты все равно умираешь. Прибавь к этому тяжелую участь магов. Маги в Солс серии то сильны, как никто, то беззащитны, как дети. Но это касается обычных врагов. Живые же крайне легко ворачиваются от заклинаний. Иногда даже перекатываться не надо. Просто иди с трейфом и стрела души сама мимо пролетит по причудливой параболе. И при том, ты ограничен в количестве заклинаний, а железки по балде получите, это знаешь ли, всегда, пожалуйста. Конечно, есть заклинания для боя с живыми игроками, особенно во второй части, но придется делать выбор. К примеру, исследуешь ты темное подземелье, отыгрывая ассасина-мага, или не ассасина, не важно. У тебя волшебный свет, невидимость и стрела души. И вот к тебе вторгается классический зольдат. И чем ты будешь с ним воевать? Светящимся шариком? Невидимостью? Разве что волшебной палкой по голове лупить, но это бессмысленно. Вообще, знаете, такая шутка есть. Как отыгрывать мага в Дарк Соус? Легко. Берешь огромный дрын, обмазываешь его магией и бьешь морды. А как отыгрывать темного мага в Дарк Соус? Да так же легко. Берешь дрын. Ну, вы поняли. Такое себе получается маг. Прибавьте к этому еще и то, что лаги здесь дело привычное, и шутка про среднюю длину катаны по стране нифига не шутка. Порой тебя достают чуть ли не из десяти шагов, и что с этим сделаешь? Ничего. На том конце провода человек тоже не виноват в этом. Ну и, конечно же, есть читеры. Да, до сих пор есть. При очень жестком, я бы даже сказал жестоком отношении к читерам, Банда и Намка как-то херово с ними борются. Апофеоз пришелся на третью игру серии, когда читер мог даже не то, чтобы просто передать тебе ломанный предмет. Нет. Он просто мог ударить тебя и изменить таким образом твои параметры. А игра это замечала, и ей как бы пофиг. Хуй с ху. У тебя параметры неправильные, иначе ты, читер, получай бан. И, как ни рыдала комьюнити, проблема не решалась, и, собственно, так и не решилась. Все, что они смогли нам сказать полезного, это делайте бэкапы. А, облачного хранилища нет. Да, таков уж Дарк Соус. Ну, как это ни странно, даже со всеми этими причудами, ПВП в частности и кооперация в целом, тут очень даже веселые занятия. Игроки устраивают импровизированные арены, арена Лачилия, Железный мост и Ретил, соответственно. Веселятся как могут, и веселятся круто. В DLC к третьей части даже добавили самые настоящие арены для ПВП. Там не страшно умирать. Ничего не потеряешь, кроме морали, конечно. Пошарки-то получать поди никто не любит, правильно говорю? Притом, один мир вмещает шесть живых рыл. То бишь, можно вызвать двух братюнь, но и к тебе при этом вторгнутся трое. Притом, чем больше с тобой друзей, тем выше шанс того, что именно к тебе заглянут на огонек. И массивные зарубы, это правда весело. Во всяком случае, было. Сейчас ты чаще всего встречаешь, ммм, как же их называют-то, ганкеры, что ли? В общем, те, кто на достаточно раннем уровне, возможно, при помощи читов или при помощи друзей, пробежал в свою игру, заполучил лучшую экипировку, расходники, множество душ, и просто теперь вторгается голожопым новичкам. И, так сказать, вкус победы на губах. Я этого тоже не понимаю, но да и хрен бы с ним. Грустно, да? Нет, все совсем не грустно. Что насчет отыгрыша, раз уж это РПГ? Ну, в игре есть несколько классов. Стандартный боец, независимо от того, на ловкости он делает упор или на силу, маг, классическая стеклянная пушка, либо смотри раннюю инструкцию, и клирик. На деле классов больше, включая вот этого Голопопкинса, без ничего, или с ничем, как правильно. Но на деле расклад именно такой, если ориентироваться на первую и третью части. Обе делал Миядзаки непосредственно, оба раза доказав, что в геймплее он, в отличие от сценария, умеет не очень. Войн может идти по ветке ловкости или силы, соответственно, в твоем репертуаре огромный ассортимент железяк, но любой вкус. Мечи, копья, лебарда, топоры, а также большие мечи и гигантские мечи, так называемые ГС и УГС. Да, в суровом, якобы реалистичном мире Дарк Соулс, вполне прижились вот эти вот, по анимешному, милые громадные железные елдаки. Что поделаешь? В принципе, геймплей, что за ловкача, что за силача, один и тот же, иди и бей по голове. Еще можешь прикрыться щитом, но щиты для петиков, помни это, юный казуал, выкинь щит, и доспех тоже сними, настоящему хардкорщику, нечего скрывать за этими железяками. О чем бишь я? Да, есть еще маг. Ходит поверье, что магам играть проще. Обратные поверье тоже ходят. На деле, не проще, не сложнее, просто немножко по-другому. Это во многом, дистанционный бой. А все враги, включая живых, очень активно идут на сближение, играя, чуворачиваясь от заклинаний. Так что, где-то магам быть проще, где-то наоборот упаришься. Но на самом деле, легкий класс всей серии, тот самый классический воин. Бери, не ошибешься. Точнее, качай, не ошибешься. Классы тут условность, просто есть характеристики, и как хотите их, так и качайте. Выбранный на старте класс, просто облегчает или усложняет начало игры, вот и все. Это тоже интересная особенность серии. Несмотря на наличие луков и арбалетов, отдельного направления лучника в игре нет. Конечно, можно пройти с луком, но это именно что челлендж, нужно уже досконально знать игру и специально бросать ей вызов. Дальнобойная тема здесь развита откровенно фигово, так что маг остается единственным дальнобойщиком. Магии, кстати, несколько стихий. То, что я называю магией, это чары. Есть еще чудеса, божественные всякие финтифлюшки для клирика. Лечение там, регенерация, поддержка. Воевать этим можно полноценно лишь во второй части, а в остальных это именно что поддержка, не более. Но поддержка полноценная, так что отыгрывать клирика можно смело. Пиромантия тоже интересная отрасль волшебства. Снаряды летят часто по параболе, а не по прямой, как обычные чародейства. Да и в целом ощущения другие. В первой части, правда, этот класс был испорчен тем, что пиромантия вообще никак не зависела от прокачки персонажа, только от прокачки катализатора. То есть пиромантом мог бы стать вообще кто угодно, любой воин с интеллектом табуретки. В последующих играх серии это исправили, и прокачка стала куда интереснее. Еще есть черная магия и пиромантия, но в первой игре этому не дали развернуться, выкатив пару чуть ли не ваншотующих боссов, заклинаний, явно дисбалансных, и уже только во второй части тьме дали отдельный ход, фактически добавив новый класс, чернокнижника. На этом классовая система игры заканчивается. Звучит, может быть, скудно, но, знаете, на деле все куда лучше, чем на словах. Развернуться здесь есть где, и есть на ком. Врагов в достатке, разной степени силы и уродства. Главное помнить основное правило, если видишь врага, он может тебе навалять, и он сделает это, если ты не будешь осторожен. Даже если нечто кажется безобидным, это может быть обманка. И я вовсе не о знаменитых мимиках, сундуках, которые тебя с радостью так жирают, чавкая. Вот взять тех же Василисков, вездесущих. Казалось бы, безобидные, легко дохнут, но чуть-чуть замешкаешься, и ты окаменел, да еще и проклят. А в первой части проклятия это ого-го, знаете ли. Основная часть врагов является антропоморфной, то бишь это гуманоидные существа. Да, прозвучало так, будто я о научно-фантастической игре рассказываю. Короче, две руки, две ноги, одна голова, максимум две. Ну, на самом-то деле, конечно же, одна. Специфика мира такая. Всех постигло проклятие нежити, поэтому по миру ходят живые мертвецы. Еще демоны, порождение бездны, которая тоже разгулялась. Так что основное население местных земель закованы в истлевшую броню не менее истлевшие рыцари. Некоторые, вот как эти, вообще превратились внутри в прах. Один только доспеха остался. Но, нет-нет, да встречается некое более интересное создание. Дизайн монстров и боссов всегда на высоте во всей серии. Это факт. Хотя, если честно, придраться тут тоже есть к чему. Когда твой враг, а доспешенный рыцарь, ты принимаешь это с пониманием, мол, не, ну а че? Когда доспешенный рыцарь, босс? Ну, это странно. Ты ждешь, что сейчас из него что-то вылезет, как из гундира, но нет, это просто мужик в доспехах. Серьезно? Могли бы в качестве босса придумали что-нибудь, знаете ли, поинтереснее. Особенно этим славится вторая часть, где, в принципе, контента сильно больше, что несомненный плюс. Но порой его больше за счет качества. И это заметно на боссах, как никогда. Концентрация мужика с дубиной за туманной стеной на квадратный метр прямо удручает. Посмотрите вот на Солдена. Вы думаете, что он такой удрученый? Да он просто, знаете ли, не в восторге от местных боссов, прям как я. Я могу даже вот рядом с ним сесть вот в такой же позе. К счастью, в третьей части с этим частично постарались бороться. Увы, не во всех аспектах. К примеру, нередко бывает так, что ты сперва встречаешь босса, убиваешь его, а через пол игры встречаешь точно такого же, но уже в качестве рядового врага, иногда даже в толпе. Выходит, уникальность его как босса стремиться к нулю, а по факту просто взяли моба и дали ему полоску здоровья и комнату для битвы. Тот же Каопродемон, будь он не ладен. Почему вы думаете, его поставили в тесной комнатушке в окружении мерзотных собак? Да потому что иначе его победить можно одной левой, быстрее, чем демона прибежище. У него даже скрипты, как у моба, он на звуковую ловушку реагирует. Ну и халтура. Иногда одни и те же боссы встречаются по три раза за игру, по три раза. Типа перекрасили и все, я его что ли не узнаю? Вот это значит мудрый демон огня, огненный демон огня, тупой демон огня. Вы за кого меня держите? Ну, благо, как я уже сказал, все же дела обстоят вполне хорошо. Конечно, концентрация вырвиглазных существ с восьмью рогами и пятью жопами тут минимальна, о чем я никогда не устану говорить. Но, с другой стороны, это немножечко не тот сеттинг. Тут больше рыцарей, драконы, а за восьми рогами и пяти жопами стоит идти в Бладборн. Там такой и каждый второй. Чем же бить этих врагов? Ну, оружия полно, я уже сказал. Железо столько, что мама не горюй, и папа тоже. Папа, кошка, мышка, попугай, бегая по уровням, ты будешь собирать целую гору металлолома, так что никто не горюй. И частью из этого металлолома можно даже махать, иногда даже успешно. Вообще, с дизайном оружия проблем тут нет, это очень радует. Правда, ты должен быть достаточно прокачан, чтобы брать ту или иную железяку, иначе махать-то ей ты сможешь, но безуспешно. И сила оружия будет зависеть от твоих навыков. Тут простейшая система скалирования от навыков от С до И, от С до Е, если непонятно, где С, это супер, а дальше А, Б, С, Д и Е, соответственно. Чем дальше, тем слабее. К примеру, вот элегантная рапира, и у нее идет скалирование от ловкости. То есть, персонаж без ловкости, но силой взять ее может, и даже успешно затыкать ей врага. Но ловкий персонаж получит от такого антиквариата гораздо больше выгоды. И так, но любой вкус и цвет. Даже верунам и интеллектуалам вроде меня есть где разыграться, особенно во второй и третьей частях. Ну и кроме того, оружие можно и нужно затачивать и закаливать. Не на точильном камне, а у особых кузнецов, которых еще пойди найди, а потом принеси им тону камней. Каждый тип заточки, обычный волшебный, электрический и прочее, требует разных камней. Их больно много, этих камней. Запутаешься на раз-два. Но не переживайте, это все только в первой части. Наследие Demon's Souls, где таких камней было еще больше, знаете ли, на все случаи жизни. Подозреваешь, что в штате разработчиков были горняки, а может даже гномы. Во второй и третьей частях эту систему значительно упростили, сделали человеческой. Три ступени заточки, ну точнее, четыре ступени заточки. Сначала мешок обычных камешков маленьких, потом уже покрупнее, потом еще крупнее, и для финального плюс 10 нужен супер камень, кусок. Титанита, ребят, титанита. Вот этим всем ты будешь лупить врагов по головам и жопам. Но враги-то хорошо, а как же друзья, спросишь ты, будешь прав. Ну, знаешь, если хочешь обилие дружбы и драмы, то иди ты знаешь куда? В Кодвейн иди. Там полчасовые красивые заставки. Полчаса бьешь морды, полчаса смотришь кино. Идиллия. Я серьезно. Здесь же драма тоже есть, но ее нужно выкопать. Я это уже сделал за вас, можете посмотреть. В основном она касается судеб персонажей в умирающем мире. В целом же союзников ты будешь, конечно же, встречать. Редко кто из них будет открывать при разговоре рот. Это такая фишка у Намку Бандай. И, значит, эти союзники не добавят тебе спокойствия, что, в принципе, нормально в игре про упадок. Разве что во второй игре у тебя может возникнуть такая иллюзия, но она мастерски навеяна разработчиками. Мол, все хорошо, да, только вот стоит приглядеться, и каждый в Маржуле окажется потерянным которого очень скоро не станет. Ну, или почти каждый. Соус Лайк трудно назвать жанром. Это скорее схема, по которой строится механика РПГ третьего лица такой поджанр. Хотя, с другой стороны, она была прекрасно перенесена в Холлоу Найт. Так что, наверное, все же можно назвать это жанром. Как думаете? Как бы вы не думали, особенностью этого жанра являются квесты. Квесты, которые с непривычки и по незнанию ОООЧЕНЬ легко пропустить. Просто легче легкого. И завалить точно так же легко. Потому что никто не скажет себе об условиях выполнения этого квеста. Никто не скажет о порядке действий. Никто не скажет, где и когда появится следующий квестовый персонаж. Никто даже не скажет, что тут вообще есть квест. Сам догадайся. Вообще, в каждой части игры персонажи примерно поровну. И почти каждый из них имеет либо личный квест, либо цепочку, связанную с другими персонажами и охватывающую множество локаций. Здравствуй, бэктрекинг. Но здесь он как никогда приятен. И персонажи все как один колоритны. И выполнять их квесты очень интересно. Да и полезно, призы очень стоящие. Хотя часто это еще и грустно, потому как Тарк Соулс это такая шекперовская трагедия. В конце все умирают. И это не спойлер. Я вначале сказал, что игра про смену эпох. Умрут все. Вообще все. Вопрос только как. Разве это не прекрасно? Созерцать уныние ты будешь на просто великолепных локациях. Левел-дизайнеры не зря одет свои о нигири и запивает их саке. Локации в Дарк Соулс это нечто. Ни одна часть не исключение, причем ни одна часть всей линейки Соулсборн. Независимо от моих или твоих дорогой дружок предпочтений, никто из нас не скажет, что озеро Золы непрекрасно. Или Маджула, или Храмы Огня, Шульва, Элиум Лойс, Анор Лондой, Нарисованные Миры, Закольцованный Город, Апофеозом, конечно же, финал третьей части, где цивилизации из разных времен смешались, и это нечто. Все они пропитаны некой тайной и гнетущей пустотой. Даже если деревня полна живых мертвецов или иных опасностей, ты все равно ощущаешь здесь некую пустоту, потерянность, грусть, ты чувствуешь, что мир умирает, и где-то вдали звучит колокольный звон. О, это бьется головой в набат живой игрок. Так что, если слышишь перезвон, значит онлайн работает. Это круто. Деревни, замки, канализации, помойки, ядовитые болоты и чистейшие небесные океаны с деревьями, уходящими на километр ввысь. Или те же деревья, но истлевшие от пламени хаоса. Dark Souls игра про смену эпох, и с каждой новой игрой меняется обстановка. Меняются земли, города, цивилизации стираются, все изменяется, исчезает, выкручивается в бараний рог до неузнаваемости. Но иногда некоторые элементы остаются узнаваемыми, и вы, не раз пройдясь по локации, скажете, постой, а ведь я был здесь раньше, здесь стоял город или поселение в те далекие времена, когда Солер еще был жив. Впрочем, что я несу, Солер всегда жив в наших сердцах, правда ведь? Стоит ли говорить, что такие потрясающие локации великолепно подчеркивают атмосферу игры? А знаете, что ее еще подчеркивает? Да, музыка. Ох уж эти японцы. Старт был спорным, скажу сразу. Ну, на мой, разумеется, вкус. Классические композиции, построенные по привычным нам схемам, изначально переплетались с менее привычными и более сумбурными, что ли, не знаю, японскими. Они подобный стиль любят, нам же с этим сложновато. Ну, что поделать, такие уж у нас культуры разные. Тема половины демонов первой части, колокольные горгульи, хорошие тому примеры. Однако, в целом, на некоторые знаменитые композиции. Тема главных меню и храмов огня, а также финальных титров, тема гвина и гвиндолина, тема озера золы. Я неспроста называю все чьими-то темами. Дело в том, что игра в основном проходит в тишине, только разве что в отзвуке биений сердец. В том плане, что тебе бьют по макушке, а ты бьешь кого-то в сердце. Топором, да? Ну, то есть, пока ты на марше, музыки нет, за редкими исключениями. Она играет лишь в определенных локациях, как, например, в спальне Гвинивер или в том же Храме Огня. Также она играет на боссов, что добавляет им уникальности. Притом, забавно, в той же мере, что и они сами себе ее добавляют. Непонятно, да? Ну, в общем, не каждый босс удостаивается личного саундтрека, иногда они повторяются. Не то чтобы это плохо, хотя я подобное не очень жалую на правах меломана-психопата, но пока ты идешь от костра к костру, тебя сопровождает тишина. Хотя, тихо в игре, конечно же, никогда не бывает. Постоянно какие-то звуки, амбиент здесь шикарен. Ты, конечно, можешь врубить в плеере Рамштайн, но не советую. Игра эта опасная, лучше слышать ясно, кто там подкрадывается. Засады здесь не такие частые, как в Кодуэйне, но все же в наличии, и враги не прочь хитрить, подкрадываясь сзади. Особенно далеко в этом ушла вторая часть. Впрочем, она во многом ушла дальше остальных. Помните этого господина? Да уж наверняка. Если нет, то будете в Элиум Лойс, передавайте ему от меня привет. Уж к нему попой лучше не поворачиваться. Запомните. И вообще, если слушать что-то под Дарксос, то это точно не должен быть Рамштайн. Это должны быть Цефалги, Центрон и Агонойс. Такие вот пироги. Самое забавное, что все, что я сейчас сказал, не сильно-то описывает сам игровой процесс. Если пересказывать его хотя бы в общих чертах, в целом, то получается примерно следующее. Ты бежишь по локации и пытаешься убивать всех, кто встал у тебя на пути. Если тебе повезет, это будут одиночные стандартные враги. Но везение, знаете ли, непозволительная роскошь. Очень часто тебе будут попадаться враги в пять раз больше и сильнее тебя. Или обычная, но толпа. А контролировать толпу есть возможность не всегда. Во-первых, здесь враги нападают скопом, а не по одному, как в некоторых играх. Во-вторых, оружие отскакивает от стен. И поэтому, если тебя зажали в коридоре с длинным оружием, с продольным ударом, то ты порезать даже никого не сможешь. Так что да, тут лучше достать кинжал. Или дробовик. Но дробовиков не завезли, так что доставай кинжал. Или пику, кстати, отличный выход. Конечно, отскок от стены работает не всегда. Или даже так скажу, не всегда он работает корректно. И в принципе, стены сами по себе иногда не то, чем кажутся. Я даже не про иллюзорность стены, я скорее про некоторые физические недоработки, которые даже не хочется и багом-то считать, но которые иногда очень неприятны. Например, ударить сквозь стену ничего не подозревающего или же подозревающего, но беспомощного против этого подлого приема врага милое дело, или самому получить удар сквозь стену. Это не такое уж частое явление само по себе, в отличие от ваншотов. Ваншоты здесь будут обыденностью, особенно если играешь в первый раз, особенно за мага. Независимо от класса, нужно не забывать качать выносливость, хотя лучше, конечно, не попадаться под удар, но это тоже, ведь нужно наловчиться. Для многих идеальным средством защиты станет парирование. Это действие на реакцию, во время удара врага нужно найти момент и мгновенно парировать, тогда ответным ударом можно снести очень много здоровья врагу, вплоть до ваншота. Парирование в Dark Souls сделано не очень удобно, в отличие от некоторых других игр, но оно, судя по всему, таким и не собиралось становиться никогда. Здесь окно зависит не только от реакции, но еще и от того, чем ты парируешь. Во второй части даже есть парирующее оружие. Да и в принципе, здесь очень много разных врагов, которые по-разному атакуют. Кто-то полчаса замахивается, а потом бьет, как стандартные зомбаки, кто-то, как колоннский рыцарь, замахивается и бьет в мгновение ока, и чаще всего удары будут обманчивыми. Что рядовые противники, что боссы могут иметь в репертуаре два одинаковых на поверку удара, но с разной скоростью. В итоге ждешь одного, а получаешь неожиданный результат в виде надписи «Вы мертвы». Как бы то ни было, если поставить цели и потратить какое-то время на обучение парированию, то в целом можно наловчиться и проходить локации именно таким образом. Было бы желание. Правда, желание это появляется, как я вижу, не у всех. Ну и в третьей игре с этим переборщили, на мой взгляд. Там некоторых, особенно непростых боссов, можно парированием довести до ручки, причем очень быстро. Например, того же понтифика. Ну и с перекатами там тоже переборщили. Уходить колобком от ударов гораздо проще, чем где бы то ни было. Кроме парирования, еще можно сделать бэкстеп, то бишь подойти сзади и воткнуть оружие в спину. Тоже немалый, знаете ли, урон, хотя, конечно, меньше, чем от парирования. И таким вот образом ты расчищаешь себе дорогу от костра к костру. Костры здесь являются одновременно и чекпоинтами, и островками безопасности. Чтобы на тебя напали рядом с ним, нужно намеренно врага к нему подвести, хотя и такое тоже возможно. В целом же здесь всегда безопасно и можно передохнуть, а заодно сделать несколько важных вещей. Во-первых, восстановить эстус. Эстус это уже притча во языцах. Это, кто не знает, жидкий огонь, лечащий тебя. Короче, хилка. В зависимости от части серии собираются бутылочки по-разному. Вторая и третья части по осколкам, а первая часть просто по вожжению костра. Но тратятся они все одинаково. Тебя бьют по шапке, и ты пьешь зелье, чтобы выжить. Позже эстус можно будет улучшить, помимо увеличения его количества. Восстанавливается он именно что при присаживании за костер. Правда, при этом восстанавливаются еще и все рядовые враги на уровне, так что иногда и подумать, стоит садиться или нет. За костром также можно распределить заклинания, сложить в ящик вещи, чтобы не мешали в инвентаре, невесомо, кстати, что очень полезно и приятно, и кое-что еще сделать в зависимости от части серии. Опять же, но главное, это, конечно, телепортация. Во второй и третьих частях ты можешь свободно прыгать между любыми кострами. В первой же части только между так называемыми узловыми кострами, и то лишь со второй половины игры. Некоторые считают, что это плюс первой игры. Ну, не знаю, на мой взгляд, постоянную беготню пешком туда-сюда сильно переоценивают, тем более беготню не по пустым местам, а с возрождающимися врагами, которые слабее и со временем не становятся, независимо от твоей прокачки, могут тебе легко навалять. Такая беготня напрягает своей потери времени, даже в случае, когда ты уже прошел игру и знаешь, куда и зачем ты бежишь. Ну, а когда ты новичок и у тебя нет четкого плана, тебе это тем более в тягость. Часто нужно иметь именно что четкий план, буквально прописанный, как и в какой последовательности, куда бежать, а главное зачем и не дай бог ты что-то забудешь сделать где-то. А что до любования красотами, да, есть такой момент исследования локаций, тыры-пыры, но многим хватает, если честно, и одного раза на них взглянуть. Хочется полюбоваться отдельно, никто не мешает, приди сюда снова, специально для этого. Хочется исследовать, ответ на это тот же. Для упрощения перемещения по локации в условиях отсутствия варп-прыжков придумали гениальные шорткаты, и это не сарказм. Это когда, пройдя какую-то часть пути, ты находишь срез и открываешь его, дергаешь за рычаг, опускаешь лестницу, отпираешь дверь, неважно, и теперь бежать до конца пути можно быстрее через такие вот срезы. Это действительно интересно сделано, и когда ты, потратив все силы, открываешь наконец срез, это непередаваемое ощущение, ничуть не хуже, чем ощущение после победы над боссом. И да, конечно же, в условиях варп-прыжков ценность шорткатов снижается, хотя и не становится равной нулю, что тоже радует. В идеале, добраться до Туманной Стены нужно с наименьшими потерями, ведь за ней босс. Лучше беречь силы и боеприпасы, как завещал нам Авидус. Вот примерно так и проходит игра. Через множество смертей ты учишься и совершенствуешься. Не как персонаж, а именно как игрок, и в этом еще одна уникальная составляющая всей соулс-серии. Ты подстраиваешься под ситуацию, изучаешь слабые и сильные стороны врагов, изучаешь местность, любое знание пригодится, никогда не угадаешь какое. Всегда есть способ победить, просто его нужно сначала нащупать. Даже в самых тяжелых ситуациях можно умудриться найти относительно легкий способ победить. И все это на фоне умирающего мира, полного загадок. Иллюзорные стены, хранящие за собой ценные вещи, ковенанты, часто связанные с квестами и дающие бонусы, мимики, бесящие враги и не менее бесящие боссы и в конце удовлетворение от того, что ты преодолел этот путь и победил этих боссов. Души боссов с их историями, историями этих существ, проклятия, нарисованные миры и еще огромное множество всего. Все это Dark Souls. Серия игр, породившая целый поджанр себе подобных. Серия, которая, несмотря на все свои недостатки, которых очень немало, стала эталонной. Так уж получилось. И я всегда рад затащить еще парочку другую неофитов в этот гибнущий мир. Поверьте, стоит потерпеть неудобства ради того, что за ними стоит. Dark Souls — это глубина, сравнимая с книжными романами-многотомниками. И это не преувеличение. Это атмосфера, аналогов которой нет. Это путь боли и обреченности, который для многих — честь пройти. А для меня честь рассказывать о нем. И, возможно, тех, кто еще вчера боялся подойти к бездне, сегодня смело в нее затянет. Не бойтесь этой игры. Не бойтесь этой серии. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова